Всем привет! Меня зовут Инесса. В этом видео я хочу вам рассказать, где находятся у нас самые интересные, самые красивые платья в пол, или же, как их называют, мусульманские платья, или же для женщин, которые ищут закрытые платья, либо платья для беременных. Очень много интересных моделей можно найти в таких вот бутиках. Сама я проживала в пригороде, в Краснодарском районе. В Касхилене я видела пару интересных бутиков мусульманской одежды. Первый адрес это на Базаре, в торговом центре Замзам. Второй адрес это универмаку Алатау. В нем тоже на втором этаже можно было бы найти мусульманские платья. И третий, я в последний раз помню, я заходила возле больницы, построили новый торговый центр, и там были большие отделы мусульманских платьев, достаточно интересные молодежные модельки. Второй вариант можно найти на Алтына Раде. Цены могут быть самые разные, и качество может быть самое разное, начиная от киргизских, заканчивая турецким качеством. На третьем этаже продается только мусульманская одежда. Все они конкуренты между собой, но тем не менее продажи есть, продажи идут. Качество вы можете найти там самое разное. И киргизия, и турция, есть английские бренды, есть российские бренды, Сахара, Резида Сулейман. Также есть очень много казахстанских брендов. Напротив этой мечети есть торговый дом Асыл. В этом Асыле вы можете на втором этаже тоже найти бутик мусульманской одежды. Раньше был просто шикарный выбор турецкой одежды там, но сейчас они немножечко закрылись. Одежда, которую они там продают, она либо местного качества, либо киргизского. И модельки такие не самые интересные, не самые актуальные, я бы так сказала. Но для женщин, которые немножечко постарше, я думаю, что они могли бы там найти для себя интерес. Четвертый магазин, который я бы хотела посоветоваться, находится в другом центре Силковой Сити на втором этаже. Сколько дизайнеров, которые создают мусульманскую одежду, они все объединились. И получается, на каждом участке будет разный дизайнер. Один продавец, который обслуживает все эти магазины. Цены там нормальные, приемлемые, но, конечно, немножечко подороже будет, чем в том же Тастаке. Пятый вариант, это Адакент. На Адакенте вы тоже можете найти мусульманские бутики. Конечно, их не будет там, прям в огромном изобилии, но пару магазинчиков, но вы все-таки же найдете. Шестой вариант, это напротив нашей центральной мечети, которая находится на Саяхате. Напротив него есть несколько магазинов мусульманской одежды. В этих магазинчиках вы можете найти не только женскую одежду, но также и мужскую одежду. Вы можете найти специальные шапочки, специальные туники со штанами, которые будут немножечко удлиненные, не такие, как стандартные. Седьмой вариант, это, конечно же, наша барахолка. В Адеме вы можете найти много бутиков мусульманской одежды, которые будут интересны, модны. И Киргизия, и Турция будет качеством. Недалеко от Адема находится, раньше назывался торговый дом Аль-Фараби, сейчас он называется Байсад. На Байсаде вы можете найти очень большой выбор мусульманской одежды, которые будут также из Египта. Будут шикарные абаи с Дубаев, расшитые с разными камнями. Очень много и интересной одежды вы можете, если вы походите, там прям первый этаж полностью под мусульманскую одежду практически сейчас выделен. Также я бы хотела вам рассказать про интернет-магазины. Например, большой магазин Абайка, который открылся несколько лет назад. У них есть своя точка на... Если вы доедете Абая-Гагарина, вниз чуть-чуть по Гагарина будет какой-то маленький торговый дом, и там у них была точка. Также они открывают в торговых центрах, я знаю, у них есть магазины. Очень большой сейчас выбор там. Они сами сшьют, с Турции привозят одежду, сотрудничают с другими дизайнерами. У них очень большой выбор. Также у них есть страничка в Инстаграм. Сроку я оставлю ниже. Кому интересно, заходите, смотрите. Хотела бы указать вам страничку в Инстаграм Ханифа. Они шьют мусульманскую детскую одежду. И последнее, что я бы хотела сказать, может быть, немногие еще девочки в курсе. У нас уже на протяжении 3-4 лет, наверное, проходит такая ярмарка. Такая выставка sistersbazar.kz. Также у них есть своя страничка в Инстаграм. Два раза в год они организуют большие мероприятия. Огромный выбор разных брендов. Казахстанских, российских, киргизских, я помню, был в позапрошлом году. Поэтому также организаторы sistersbazar организовали торговую площадку для мусульманских дизайнеров, которые хотят продавать свою одежду. sisterskona.kz. Так называется их Инстаграм-магазин. Ссылку я оставлю тоже внизу под описанием. Цены там достаточно завышенные. Не каждый сможет себе купить. Не каждому это будет по карману. Но зайти в Инстаграм-страничку и оценить дизайн этих моделей. И вдохновиться чем-то. И может быть пошить самой. Я только зам. В этом видео я указала вам те магазины, которые я знаю, в которые я сама ходила. В которых я что-то приобретала. С которыми я даже работала. Если вы знаете магазины в Алма-Ате, можно купить мусульманскую, закрытую, либо восточную, но которую я не озвучила. Напишите мне с комментарием. Пусть все больше людей увидят адреса. Потому что мне пишут в комментариях, узнают где можно было бы купить или где можно отшить какие-то мусульманские наряды. И вот таким образом я решила создать путеводитель для девочек, которые недавно покрылись или которые не находятся в исламе. Которые хотели бы иметь удлиненные и длинные наряды. Поэтому обязательно заходите, пишите, делитесь этим видео. И всем пока-пока. Продолжение следует...